Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас будет вот такой вот завтрак. Это вареная картошка, сосиски, какие-то овощи. В общем, выглядит все просто потрясающе. Здесь также есть яичница. Как же это вкусно! Сыр плавленый и просто огромные сосиски. Я все это съем. Со стопроцентной уверенностью вам это говорю. На улице такая грустная погода, туман, дождик. Мне стало как-то грустно, и я решила снять макпанг. Редиска, что только здесь нету. Ребят, что касается моего кулинарного канала. Ссылку на него я оставлю в инфобоксе. Там люди пишут, Айка, это же не твои руки, зачем ты нас обманываешь? Ребята, я несколько раз говорила в видео, что я хочу отдать свой кулинарный канал маме. И пока она не умеет монтировать, это делаю я, и озвучку делаю я. Но в дальнейшем, я думаю, что мы дойдем до такого уровня, что мама сама будет делать монтаж своих видео. То есть, пока что это какой-то совместный продакшн. Все, что я ем на Айка Эмили, рецепты будут там. Спасибо всем, кто подписался. Спасибо всем, кто пишет хорошие комментарии, поддерживает нас. Маме безумно приятно. Вот. Так что, это не такой обман. Просто вы, наверное, не смотрели два моих последних видео, где я говорю как раз-таки про это. Мне и до этого, кстати, люди писали, что отдай Айку к маме. Мама все-таки опытнее тебя. Готовит лучше. А ты просто помогай ей. Вот. Я раскинула мозгами и подумала, действительно, правильная мысль. Себе я могу создать какой-то влоговый канал, если я хочу второй канал. А кулинарию, например, отдать маме. Просто проблема в том, что я не успеваю. Мама настолько, знаете, зажглась вот этой идеей съемок видео. Одна вот эта мысль, когда я ей говорю, что это твой канал. Мама настолько радуется. Все приготовила. И говорит, Айка, ну сними меня. Я хочу снять еще одно новое видео. Я не могу убить в желании в человеке. То есть у человека настолько есть охота. Настолько есть интерес ко всему этому. И получается, что я теряю время на то, что я это все снимаю. Потом это все монтирую. А у меня еще на минуточку свой канал и своя работа. Поэтому я просто ночами монтирую. Я не могу на свой основной канал долгое время не загружать в видео. Даже один день для меня это очень много. Я считаю, что каждый день на канале должно быть новое видео. Если этого не будет, я думаю, что я потеряю свою аудиторию. Вот эту активную аудиторию, которая смотрит каждое мое видео. На мой взгляд, опять же, может быть, я ошибаюсь. Я люблю блогеров, которые снимают часто. Которые снимают много. И если блогер месяцами забывает про свой канал, у меня теряется интерес. Абсолютно. Я как бы боюсь потерять ваш интерес. Поэтому стараюсь снимать часто. А сосиски просто обалденные. Обожаю. Я очень часто делаю дома домашнюю шаурму. Хочу снять на Алькук. А потом съесть на этом канале. Потому что у меня никогда не было прям домашней шаурмы. А я ее готовлю очень часто. Мне даже в собственном приготовлении нравится даже больше, чем покупная. Яйца деревенские. Мы всегда берем именно деревенские. Хотя они в три раза дороже получаются. Ну, как бы здоровая еда. Я же за здоровую пищу. На самом деле, я просто за вкусную пищу. Мне нравятся деревенские яйца. Мне нравится деревенская курочка. Вот мне, например, не нравится деревенское молоко. Потому что от нее как-то странно пахнет. От молока странно пахнет. И меня это настораживает. Мне это совершенно не нравится. Хотя я знаю, что это полезно и все такое. Но вот этот запах коровы мне не дает покоя. Но если вы тоже не любите деревенское молоко, пишите в комментариях, почему. Я пару раз видела, как корову доят. Я очень извиняюсь. Но это было в супер нечистых условиях. Поэтому я как-то разлюбила домашнее молоко. Лучше я куплю покупное. Вот это то, что в упаковках. Хоть это не стопроцентно полезный продукт. Но что мне нравится, как он пахнет. То есть как-то так. У меня на сегодня вообще была куча планов. С документами возня насчет работы. Насчет пенсионного фонда. Проблема в том, что место, где я в первый раз начала свою работу, но почему-то в пенсионной моей карточке его нет. То есть получается, когда я выйду на пенсию, этот стаж не будет считаться. А там год. И мне жалко на самом деле. Поэтому происходит вот эта вот возня с документами. Я начала работать с четвертого курса университета. И в то время даже у меня, знаете, были такие дни, что утром я встаю рано, в шесть. Снимаю видео. После съемок я иду в университет. После университета я прихожу быстренько, кушаю. Иду на работу. И в девять я выходила с работы, приходила домой. До двенадцати монтировала, а потом в час выкладывала видео. И при этом не зарабатывала ни копейки, полгода. Но все равно продолжала это делать. Очень часто. В неделю минимум три видео у меня было. А было такое даже и через день. И каждый день. Хотя вообще не зарабатывала. То есть... Настолько у меня, знаете, было желание, что когда-нибудь у меня появится аудитория. И вообще, я вам так скажу. Чем больше человек занят, тем больше он успевает. По крайней мере, от себя я беру. Как вы знаете, я в отпуске. И, если честно, я снимала больше, когда я была на работе. Как-то ленюсь, что да. Когда работаю, у меня есть чувство такой ответственности, что вот, если я сейчас не смонтирую, потом мне надо на работу. А когда ты просто дома сидишь, смотришь чьи-то видео и думаешь, сейчас начну. Через пять минут, через десять. Я вообще являюсь очень заядлым зрителем Ютуба. Я просто оторваться не могу. Когда мой любимый блогер что-то выложил. Но я нашла для себя выход. Что я делаю? Я, прикиньте, вообще не знала про это. Оказывается, можно смотреть видео в режиме то есть ой, упала. То есть в режиме вы два раза быстрее. То есть это как прокрутка, да. Там есть сверху три точки, нажимаете и можно смотреть быстрее. То есть получается, что я ничего не пропускаю. Я смотрю, но вместо двадцати минут видео я смотрю его за десять минут. Экономия времени просто обалденная. Зашла к своему любимому блогеру. И знаете, ей 40 лет и она живет в провинции. Она живет очень бедно. Я вам рассказывала про нее. И вы бы видели столько людей и пишут плохие комментарии. Вот у тебя нету вкуса, да что это за юбка, да что это за шарф. Люди сидят, не знаю, из Москвы и печатают такие комментарии. Не думают люди о том, что этот человек живет в деревне. Может ей так нравится. Вообще понятие стильно и модно это понятие, знаете, такое растяжимое. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. А я стараюсь ничего не писать. даже если пипец что-то мне не понравилось, все равно я никак это не озвучиваю. Мне нравится, как человек она. Ну и что, что мы по возрасту с ней вообще, ну то есть она старше меня. Я люблю блогеров, кстати, которые старше меня. которые стараются, которые что-то делают. Вкусняша. Я могу сейчас до конца видео так болтать о чем-то, знаете, вот прям ни о чем, да. Но все-таки я поставила пост в инстаграме, попросила задать интересные вопросы. Как всегда, вопрос. Согласилась бы, если бы Джонни сделал тебе предложение. Я же говорила, что у меня есть парень, парень, он меня иногда выгуливает. Не могу я с Джонни. Все вопросы как один про то, что я говорила в предпоследнем видео или в последнем видео, что у меня есть парень. Короче, все спрашивают, он ли сгин, он моей нации или что, какой он с рогами, без рогов. Я не хочу подробно как бы о нем рассказывать, но скажу так. Ой, не ли сгин. Все нормально, я очень прошу не задавать вопросы касательно его. Человек сам не хочет. То есть, если человек не хочет, что я буду это рассказывать, правильно? Как это было вкусно, ребят. Редиска, огурчик. Я просто люблю все. Кофеечек. Очень мило посидели, мне кажется. Почему была грустная на свой день рождения? Я не знаю, как вы это замечаете, но, блин, вы прям чувствуете мое настроение, особенно подписчики, которые часто смотрят мои видео. Реально у меня было, знаете, настроение... Знаете, почему? Потому что каждый день рождения я получала, ну, как минимум, один букет, а в этот день рождения мне как бы все подарили деньгами, можно сказать. Да, спасибо огромное, мне безумно приятно и так далее, но иногда хочется какой-то подарочек. Мама увидела, что я немножко расстроилась, так как все мне подарили деньги. Вот что сделала моя мама? Пошла и купила мне вот такие вот тапочки. Это, конечно, не очень эстетично, но да ладно, да ладно, все свои котлетка упала, на пол взяли, съели. Я почему таких вещах, знаете, неприхотливый человек? То есть я могу как бы поесть яблоко немытым, вот спокойно. Вот ни один мускул у меня не дрогнет. Я просто всегда думаю, что... А что подумают люди вокруг? Она не помыла яблоко и съела. Но так по большому счету не все равно. В каких-то таких вещах, знаете, она столько простая, да слишком простая, как животное. Ребята, я не наелась. Я думаю, надо снимать еще один мук-панк. Редисточка запряталась тут. за ваше здоровье. Я вас обожаю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Чокнемся. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятная. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok